Выбрал ратную профессию, продолжил дело своего отца, стал военным летчиком. И всегда, в годы учебы, в период службы на Дальнем Востоке, сражаясь в сирийском небе, стремился быть среди лучших. Был для сослуживцев настоящим боевым товарищем. Он принял неравный бой с террористами. Не сдался, не отступил. И мы имеем полное право сравнить его и с героями, защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда. Потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь того человека, во всяком случае, земная, всего одна. Если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей Родине. Сегодня в этом зале родные Романа. Это его родители Елена Викторовна и Николай Серафимович, его вдова Ольга Сергеевна. Для близких, друзей, боевых товарищей Гибель Романа – невосполнимая потеря. Мы все скорбим вместе с вами и разделяем эту боль. Низкий поклон вам. Спасибо за то, что вы воспитали отважного, достойного сына, русского офицера, сына своего отечества. Слово взял и отец Романа Филиппова. Он рассказал, что его сын, отправляясь в Сирию, понимал, на что он идет. Роман с юных лет мечтал стать военным летчиком. Его мечта сбылась. Он понимал, что такое офицерская честь и достоинство. Он боролся с самым большим злом – международным терроризмом. И когда пробил час, выполнил воинский долг до конца. Только теперь я понял, сколько у Романа друзей. Нас окружили заботой и вниманием командование, сослуживцы, офицеры. Нас поддерживают незнакомые нам люди со всех регионов страны. Спасибо всем за это. Я горжусь своим сыном. Я горжусь нашей армией. Я горжусь нашей великой родиной России. Но Владимир Путин в своем выступлении отдельно подчеркнул, что сильная армия сегодня – залог стабильности и мира в нашей стране. Когда армия, флот, вооруженные силы, военные составляющие государства являются самодостаточными, сильными, развитыми, то тогда создаются условия для мирного развития страны, для ее поступательного развития, для выстраивания стабильных отношений на международной арене. И кажется, что так всегда и было. Кажется, что это нормально. Но стоит только ослабнуть вооруженным силам, появляются такие проблемы, о которых мы никогда не задумывались. Появляются такие угрозы, которые мы себе и не представляли. В последние годы действительно вооруженные силы России приобрели новую динамику развития. Такую, которая и нужна России.